Повторное открытие мира 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 Плавучие джунгли Борнео Повторное открытие мира 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 не мешает духота и влажность, неприятные для Сарано и Легенека. Развитие лесной промышленности Борнео заставляет большинство животных скрываться в девственных лесах площадью в 1600 гектаров. Орангутангу тоже пришлось потесниться и уступить лес людям. Его здесь иногда зовут лешим. Орангутанги живут на деревьях. Они, как истинные кочевники, каждый вечер сооружают себе новое гнездо в густой листве. Они очень любопытны, но все же боятся людей. В сумерках Сарано пытается подойти поближе к Лори. По-нидерландски слово Лори означает «клоун». Маленький лемур уже собрался лечь спать, и ему не нравится человек с фонарем. Отряд решил переместиться туда, где попрохладнее, на склон Кинобалу, высшей точки Борнео. Высота горы 4100 метров, а расположена она в северо-западной части штата Сабах. Гора стала пристанищем роскошных хищных цветов, вроде вот этого цветка забвения, который хранит в своем листе кувшинчики около 4 литров сладкой росы. В сопровождении гида Раймона Мадио и Тири Легенек посетили этот ботанический рай. Натуралист Джон Уайтхит составил подробный каталог местных птиц и бабочек, а также всех разновидностей орхидеи. Здесь их более тысячи. Здесь растет уникальный цветок рафлезия. Рафлезия – самый большой цветок в мире. Ее диаметр превышает 1 метр, а весит она более 10 килограммов. Рафлезия – растение паразит. Она распускается на лиане всего за несколько часов и увидает через 7 дней. Это единственное место на Земле, где можно ее увидеть. К сожалению, аромат рафлезии не соответствует ее красоте. Возможно, этот мерзкий запах привлекает мух, собирающих нектар. В провинции Сабах на севере Борнео, Сараноле, Генек и Кублонис идут вслед за проводником к местным пещерам, где жители 3-4 раза в год собирают ласточки на гнезда. Рафлезия – растение паразит. Это первые встречи экспедиции с одним из племен, проживающим на Борнео, племенем Идахан. Они приезжают в эту деревню, чтобы собирать гнезда. Право собирать гнезда передается от отца к сыну. Неприступные утесы нависают над краем Савао. Это место интересно не только огромным количеством птичьих гнезд. Здесь ведутся важные археологические раскопки. Наши исследователи идут вслед за местными жителями в темные, влажные, пахнущие птичьим пометом пещеры. Это просто непередаваемый запах. Савао. 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 Собиратели гнезд, подбадриваемые криками родных, ставят бамбуковые леса со страховочными петлями. Они ловкие и быстрые скалолазы, и это неудивительно. Тренируются они с самого детства. Савао. 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 Продолжение следует... Ласточкин гнезда – смесь морских водорослей и перьев, склеенных птичьей слюной. Очищенные гнезда продают в китайские рестораны Борнео по цене от 300 до 600 малайских долларов за килограмм. Часть их идет на экспорт в Гонконг. Их называют ласточкиными гнездами, но на самом деле это гнезда саланганов, обитающих в пещерах. Сколько суеты за тарелки супа. Свадьба – подходящий случай для команды Калипсо познакомиться поближе с народом Баджао. По традиции невеста должна оставаться серьезной на протяжении всей церемонии. Ритуальный танец «Андигуа» исполняется под музыку, в которой чувствуется влияние Запада. Танцорам нужно дать денег. Вместо традиционных украшений женщины все чаще вплетают в волосы современное украшение. Калипсо познакомиться с народом Баджао. Калипсо познакомиться с народом Баджао. Все дома тут традиционно строятся на сваях. В каждом поселке есть мечеть, поскольку почти все Баджао – мусульмане. Воскодонки Баджао возвращаются на родные песчаные насыпи. Полуголодное существование этого мирного народа целиком зависит от приливов и отливов. Центральные власти не регистрируют рождение, вступление в брак и смерть Баджао. От некогда огромного племени осталось несколько сотен человек. Берега Сабаха – царство нищих крестьян. Плавучие дома Баджао – липы, кроют пальмовыми листьями. Если штормовый ветер сдует крышу, хижину накрывают старыми парусами. Все Баджао с младенчества знают все о приливах, течениях и перемещении рыбьих стаи. Кусто решил наведаться в одну из плавучих деревушек. Баджао живут одной общиной под эгидой вождя, которая обязана улаживать редкие раздоры, возникающие между соплеменниками. Согласно традиции, женщины заботятся о детях и занимаются домашним хозяйством, а мужчины добывают пропитание. Излишки рыбы продают или обменивают на рис и овощи. Многие молодые Баджао покидают бедные поселки и ищут работу на суше, если, конечно, у их родителей хватило денег, чтобы заплатить за обучение. Лайти тоже живет в городе, но великолепно знает жизнь рыбаков. Он представляет Кусто, свою семью, своих братьев. Они никогда не покидают свои липы, говорит Лайти. Здесь они живут, спят и питаются. Некоторые семьи отправляют детей в школу, но далеко не все способны заплатить за перевозку и обучение. Вся их жизнь связана с морем. Они понимают, что для их народа это единственный способ выжить. Доход у рыбаков убогий. Они живут по принципу «будет день, будет и пища». Выкапывают из грязи червей для наживки. В море Баджао ходят на выдолбленных лодках собственного производства и забрасывают пятиметровые сети с грузилами. Желая понаблюдать за рыбаками, водолазы Калипса ныряют со специальной платформы для погружения. У рыбаков самодельные очки, сделанные из бамбуковой коры. Подобные очки носят ловцы жемчуга. Улов сегодня небогатый, но его по-братски разделят между всеми. В общине Баджао царит равноправие. Только это племя имеет право ловить рыбу в здешних водах. Баджао из другой общины может наловить себе рыбы только для еды, не более. Забрать улов домой без оплаты он не имеет права. Впрочем, оплата невелика. Штраф за браконьерство гораздо выше. Если я захочу наловить больше рыбы, мне придется платить деньги вообще на Баджао. И это справедливо. Таким образом, Баджао увязывает сохранение необходимых им рыбных ресурсов с законами гостеприимства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Дети тоже при деле. Они собирают ракушки на берегу. Их занятие прервано внезапно налетевшим штормом. Но никто не пугается. Море и небо в этих местах ведут постоянный и не всегда мирный диалог. Детишки не боятся разбушевавшейся стихии. Они целыми днями играют на берегу и видят море в разном настроении. Один мальчик воспользовался штормом, чтобы увеличить скорость своей лодочки. Он тщательно пытается бороться с ветром. Он так же, как и его отец, и отец его отца, скоро научится перемещать свое жилище, спасая его от капризных океанских течений. Ему тоже уготована участь свободного безземельного человека. Калипсо идет вдоль побережья Сабаха, в северо-восточной части Борнео, где разместились деревни Баджау. Большинство населения давно уже позабыло свою кочевую жизнь на борту Липы и выбрало оседлое существование в свайных постройках. Это очень удобно, не надо платить ни налогов, ни арендной платы. Кроме того, дом очень похож на их прежнее жилище Липы. Большинство населения. Кусту хочет высадиться в поселке, выросшем на отмеле. На берегу, как обычно, играют дети. Лайтидасак приводит его в дом к вождю бывшего кочевого племени. На вид ему лет шестьдесят. Помнит ли он то время, когда жил в Липе, спрашивает Кусту? Ему нравилось там жить или оседлая жизнь ему больше по вкусу? Выясняется, что вождю нравится жить в доме с телевизором, поэтому он намерен и дальше жить на суше. Он не хочет возвращаться в мангровые болота. Если бы он был волшебником, что бы он сделал для своих детей? Какой жизни пожелал бы своим внукам? Главное, что бы он был в доме с телевизором, Главное, его мечта, чтобы его внуки нашли хорошую работу в городе. Меня огорчает такой ответ. Неужели жизнь в мангровых зарослях так тяжела, что люди охотно расстаются с ней? Неужели они не помнят, как выводили на рассвете в море свои лодки и были царями света и воды в спокойном плавучем раю? Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуй, нам надо самим в этом убедиться. Мне не дает покоя тайна мангровых зарослей Борнео. Нет прохода? Давай повернем назад и обогнем с другой стороны. Или там тоже прохода нет? По возвращении на Калипсу я собираю всю команду и задаю вопрос. Согласились бы вы провести три дня в мангровых зарослях? Без удобств. Нужно самим добывать себе пищу, ловить рыбу, собирать плоды и корени, спать в лесу и все такое прочее. Боитесь? Я бы, пожалуй, рискнул. Ну так в чем дело? Да, хорошо. Добавайте в мангровых. Ну, нет. Алино. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сарано и Каблонис вызвались провести три дня и две ночи в лесу без почвы. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Макаки, численностью в 20-30 особей, путешествуют в поисках насекомых, лягушек и крабов. Сарану и Кублонис наткнулись на сети, застрявшие в небольшой протоке между корней. Смотри, рыба. Точно. Да, рыба. Только мелковато. Да тут еще краб. Черт. Попробуй-то распутай его. Подожди. Ничего, сейчас распутаю. Попробуй! У меня есть инструменты? Ну ладно, ладно. Лашь, лашь. Что это? Есть что-то? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я не могу снять, не могу снять. Я не могу снять. Вечером грязные и мокрые, они нашли себе пристанье. Нанище среди ветвей. Лови кастрюлю. Давай. Основные их проблемы связаны с приготовлением пищи. Очень вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok Пора найти какое-нибудь тихое место и бросить якорь. Они спят под звездами Борнео, а жавые птицы исполняют для них ночную серенаду. Солнце заглянуло в мангровые заросли, и наших лесных жителей будет клёк от летящего орла. На побережье, где когда-то высадился Дюмон Дюрвиль, водится огромное количество обезьян-носочей, прозванных так за огромный нос. Члены команды этого мореплавателя увидели носочей и встревожились, приняв их за дикарей. Но потом поняли свою ошибку и полюбили красивых, жизнерадостных созданий, которые, завидев человека, быстро прячутся. Дюмон Дюрвиль 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 Погружение под воду дает им возможность очутиться в знакомой стихии. Важао верит в злобных водяных, но наши исследователи несуеверно и отважно спускаются под воду. В мрачном лабиринте, образованном корнями деревьев, гуляет эхо, словно в подземелье старого заброшенного замка. Какие сокровища хранят эти суровые стражи? Вскоре мангровые заросли раскрыли водолазам свою главную тайну – это огромный питомник. Множество личинок и мальков вьется меж корней. Множество tief Co-5 Раки-отшельники, добродушный аракан, крошечные карпо-зубики, прилепившиеся к корням. Ласковые воды, защищенные мангровым покровом, охраняют и поддерживают жизненный резерв, который завтра обогатит открытое море. Субтитры подогнал «Симон» Мир без твердей сулит жизнь и свободу для людей без земли. Вот в чем секрет мангровых зарослей Борнео и рыбаков Баджао. Проведя три дня и две ночи, в бесконечных приключениях храбрые исследователи возвращаются на Калипсо. Меня чуть волной не смыло, приливом. Правда, метр сорок высотой. Что верно, то верно. А рыбы там какие, во! Вся кухня была на мне. Я так готовить научился. Рядом с берегом гремят взрывы, и над поверхностью вздымаются водяные столбы. Отправляемся на разведку. Есть закон, запрещающий глушить рыбу взрывчаткой, но маленьким рыболовам он не писал. Они не только губят рыбу всех размеров, но и безвозвратно губят подводные коралловые рифы. Редактор субтитров А.Семкин Они ныряют с допотопным резиновым шлангом. Питающимся от компрессора, что очень опасно. Что очень опасно и опасно. КОНЕЦ Этому малышу еще нет десяти лет, но он держит в руках нить жизни своего приятеля-ныряльщика. Он тоже усвоил, что для выживания необходимо разрушать. Невзирая на людскую расточительность, древние плавучие джунгли Борнео с немыслимой щедростью без устали возрождают жизнь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ